Я был одновременно в Холоминском университете, и у меня диплом Страсбургского правового вуза. В общем, я достаточно опытный в юридии, чтобы не допустить будут ошибки. Все, что я запомнил, я запомнил честно, правильно, и все было дело в своем. То, что они выкинут, ничего. Во-первых, нарушение закона, если это аккета была действительной, то нарушение законно-защитительной страны, это уже накопление преступления. Во-вторых, аккарантинка это подложная и фальшивка. Поэтому, еще раз говорю, они основывают все на подлоге. Это мне напоминает историю, когда после известного конфликта с Аваково, они выкинули видео, где моя голова стояла на туловище Герман Горьевича. И выдавали это за чистую монету. Официальный спикер МВД это делал. И пока люди не начали присматриваться, и не поняли, что голова и туловище – это разные вещи, первые два-три дела, но во-вторых, его появились каким-то российским олигархом, которым на голову украинским интересам. Эти люди официально занимаются подлогами. Но даже не в этом дело. Вопрос конкретный. Даже если оставим сторону и подлог, и уридейские стороны, это вопрос. Всем же понятно, что происходит. Происходит удаление политического поля, политического игрока, которого Порошек больше боялся. Все эти рассказы, как они сейчас расслучивают, что Саркашвили там не имел столько поддержки. Если я не имел поддержки, почему меня так боится Порошек? Если я не имел поддержки, почему он подождал, пока я уехал из Украины, и только тогда принял эти решения? Если у человека нет поддержки, то можно было принять решение, когда я был в Киеве, и меня бы никто не поддержал. Значит, он лучше всего знает, что у нас есть поддержки. Значит, он лучше всего знает, что мы умеем мобилизировать. Он лучше всего знает, что мы делали объединение, начали мы все демократические, прозападные, оппозиционные сил. Это имело будущее.